всем привет прошел почти один год войны в украине многие страны продолжают принимать беженцев но условия везде разные и не везде беженцы способны выжить на предоставляемых условиях поэтому в этом видео вы узнаете три страны для беженцев с полным обеспечением а также какие условия предоставляются этими странами отзывы беженцев в этих странах ну и конечно без минусов тоже не обойдется и как всегда информация основана на официальных источниках ссылки на которые будут в описании к видео а также на отзывах личных знакомых находящихся в этих странах и на отзывах людей которые пишут комментариях под прошлыми роликами по этой теме поэтому опять прошу вас зрителей об одном очень легком действие которое принесет большую пользу и помощь всем беженцам в комментариях под этим видео я создам темы по всем странам и если у вас есть опыт беженства в этих странах то напишите пожалуйста свой отзыв под конкретной страной именно этим вы окажете очень большую помощь абсолютно всем беженцам которые пострадали от войны в украине и обязательно посмотрите видео до конца чтобы не пропустить важные моменты особенно те кто собирается переезжать либо только уезжать из украины также обращаю ваше внимание на описание к видео там всегда есть полезная и важная информация для вас и все ссылки на официальные источники поэтому всегда переходите в описание и ознакомливайтесь с этой информацией а теперь подписывайтесь на канал поделитесь ссылкой на это видео в ваших соцсетях и давайте к делу германия сверх популярная страна и занимает второе место в мире по количеству беженцев из украины по состоянию на начало февраля приняла 1 миллион 55 тысяч украинских беженцев и обеспечивает украинцев всем необходимым финансовая помощь с 1 января 23 года в зависимости от возраста и положения составляет от 318 до 502 евро в месяц на человека ну и кроме солидной финансовой поддержки все остальное необходимое то есть временное жилье страховку медицину изучение языка и право на работу плюс финансирование арендного жилья и некоторое покрытие коммунальных платежей а также единоразовая помощь на предметы домашнего быта по прибытию беженцам нужно изначально решить два вопроса это жилье и регистрация вариантов по жилью есть условно четыре первые два варианта там все понятно а вот с третьим нужно быть и осторожным и особо не рассчитывать но все же ссылки на основные сайты будут в описании к видео четвертый вариант то есть лагеря основной куда и едут почти все беженцы есть свои нюансы и минусы но все же плюсов больше они бесплатные и тут беженцы обеспечены всем и питанием тоже ссылки на центры приема беженцев расположение на карте адреса и контакты будут в описании дальше после регистрации получить банковскую карту податься на вид на жительство оформить страховку в общем заниматься бюрократии и ждать процесс это мало приятный и долгий в среднем от месяца до трех перспективе работу найти не сложно но чтобы нормально зарабатывать нужно знание языка до курсы изучения языка предоставляются бесплатно но в среднем очередь на них от 3 до 5 месяцев в зависимости от города а продолжительность курсов примерно от 6 до 9 месяцев можно найти работу и без знания языка фирм посредников полно но тогда заработок будет ниже а иногда и очень сильно вплоть до того что будет просто невыгодно работать для детей школы бесплатные уроки ведутся на немецком в некоторых школах есть программа адаптации детские сады посещать можно но с местами очень сложно посещение платное но беженцам можно запросить помощь на возмещение медицина для многих украинцев непонятно и поэтому много отрицательных отзывов но все же качество несравнимое с украинской отзывы по германии сверх много но в основном больше положительных хотя и отрицательная тоже не редкость в основном это касается сложной бюрократии либо не зашел язык либо сложности с жильем минусы тоже существуют но кто приехал в германию в основном все с этим справляются уровень жизни и цен все в основном выше чем в украине но по отзывам беженцам в этом нет ничего критического потому что едой много запасаются почти бесплатно за пару евро в тафеле поэтому некоторые откладывать умудряются даже способе швейцария несмотря на одни из лучших условий для беженцев по данным оон на начало февраля швейцария приняла всего 78 тысяч 888 беженцев и продолжает принимать тут беженцы получают уникальный статус с который дает право на проживание в течение одного года с возможностью продления при обращении за защитой украинцев распределяют по кантоном где их обеспечивают соц жильем питанием и медстраховкой также беженцы получают право на работу финансовая помощь в размере 1573 франков в месяц в евро это примерно 1595 на одного человека только это не в руки украинскому беженцу а сумма на кантон для полного обеспечения беженца то есть покрытие медстраховки соц жилья для беженцев ну и других расходов на содержание беженцев поэтому на руки кантон выплачивает только примерно 350 500 евро на одного человека в месяц сумма отличается в разных кантонах и учитывается индивидуальная потребность и ситуация каждого беженца тут многим нужно понять что у швейцарии 26 кантонов а это как грубо говоря 26 разных стран поэтому плюс минус условия ситуации и все остальное может отличаться у многих беженцев по прибытию беженца в швейцарию первое что нужно сделать это зарегистрироваться в центре приема беженцев которые есть в любом крупном городе ссылка с контактами центров будет в описании к видео сразу при регистрации кто нуждается в жилье распределят на временное жилье на срок до момента получения статуса с либо в отказе на этом этапе жилье может быть разным но обычно это лагеря отельного типа либо переоборудованные казармы пожарные части либо военные объекты все зависит от кантона так что условия везде разные но все приемлемо либо терпим в этом жилье беженцы полностью обеспечены питанием и временно получают от 3 до 10 франка на человека на карманные расходы после принятия решения о выдаче статуса с беженцев расселяют на постоянное социальное лагеря тут уже питание не предоставляется но зато выплачивается пособие перспективе можно арендовать квартиру в рамках суммы обусловленной гмн д то есть которые будут покрывать вместо лагеря но сделать это сложно потому что сейчас свободного подходящего жилья практически ничего нет касательно переезда из других стран несмотря на то что ранее швейцария заявляла что не принимает беженцам которые уже получали временную защиту в других странах на данный момент многие переезжают из других стран и пока что есть только один отзыв от беженцев с отказом в выдаче им статуса с для детей садики есть платные и бесплатные государстве бесплатные но работают среднем до обеда и принимают детей только с четырех лет частные платные принимают в любом возрасте но очень дорогие школы бесплатные занятия проходят по сменам но грубо говоря к 16 часам все школьники уже дома в некоторых городах в основном только в больших есть адаптивные классы школу ходить нужно в обязательном порядке за непосещение последствия серьезные пропускать можно только три дня в году даже с температурой до 38 градусов нужно ходить в школу медицина покрывается страховкой и в целом отзывы намного лучше чем других странах хотя и недовольных беженцев тоже хватает и тут получается очень интересный момент то есть по легким заболеваниям и простудам часто встречаются отрицательные отзывы а вот по тяжелым болезням операциям и онкологии как раз отзывы в основном положительные еще интересный момент по стоматологии кое-что покрывается но очень часто слышно от беженцев что приходится ездить лечить дубы в другие страны либо даже в украине потому что в этом вопросе есть много нюансов и выгоднее даже потратиться на дорогу нежели лечить зубы у швейцарии устроиться на работу без знания языка сложно и даже на тяжелую но в целом это и не нужно потому что пособие в размере 300 500 франков которые остается после обеспечения жильем страховкой гуманитарными продуктами и прочим вполне достаточно на жизнь если не заниматься туризмом потому что проезд на общественном транспорте очень дорогой отзывы тоже много и большинство положительные беженцев которые чем-то недовольные почти нет лишь только не часто встречается с индивидуальными моментами но не массово главные минусы тут их 4 и все они разобраны ранее но все же еще раз обратите на них внимание уровень жизни и цен очень высокий но по отзывам беженцам социального обеспечения хватает полностью на нормальную жизнь ирландия не сильно отстает от швейцарии по количеству беженцев и приняла на данный момент более 73 тысяч беженцев хотя изначально планировали принять не более 20000 финансовая помощь в двадцать третьем году увеличилась и теперь составляет 220 евро на одного взрослого в неделю то есть в месяц это примерно до 880 евро на одного человека для семей из нескольких человек информацию вы видите сейчас на своих экранах плюс департамент выплачивает пособие на ребенка родителям или опекунам ребенка в возрасте до 16 лет в размере 140 евро в месяц на каждого ребенка кроме высокой финансовой помощи все необходимое для жизни беженцам тоже предоставляется то есть жилье медицины образование для детей изучение языка и прочее необходимое по условиям оформления тут все максимально просто по прибытию в аэропорту дублина беженцам подскажут куда идти и что делать когда собирается группа беженцев бесплатно везут на автобусе в сити-вест где происходит оформление в сити-весте кормят поят бесплатно дают пакет документов и дальше развозят по объектам проживания иногда уже на постоянные а иногда только на временной пока не найдут постоянно дальше нужно до оформлять все необходимое винтрелл и примерно в течение семи десяти дней беженцы получают первую недельную выплату жилье больная тема для этой страны и наверное самая сложная ситуация с жильем по сравнению с другими странами именно в ирландии но все равно никого под открытым небом не оставляют пока что обеспечивает жильем всех новоприбывших и продолжают увеличивать финансирование на жилье и строительство модульного жилья единственное кого не обеспечивают жильем это беженцы которые прибыли с животными им нужно искать жилье сразу самостоятельно и снимать за свой счет важные нюансы по жилью есть несколько типов жилья куда могут поселить беженцев основные это отели гостевые дома и общежития до нового года беженцы были обеспечены бесплатным питанием а в двадцать третьем году теперь придется платить за питание в день с ребенка 5 евро со взрослого 10 евро отказаться нельзя иначе придется выселяться и снимать жилье полностью за свой счет также нельзя отказываться от предоставляемого жилья иначе тоже придется искать жилье самому и полностью платить самостоятельно есть вариант проживания в принимающей семье но там бывают свои сложности медицина тут она другая и очень отличается от украинской частично бесплатная но с болезнями особенно хроническими заболеваниями тут лечиться очень сложно детские сады посещать можно но они платные и с местами очень сложно но есть государственная программа название вы видите сейчас на экранах которая обеспечивает 3 бесплатных часа на каждый день для посещения ребенком садика школу берут с четырех лет это дошкольное образование по желанию с 6 лет уже полноценная учеба она обязательная школы бесплатные есть финансовая помощь для школьников составляет примерно 260 евро которая уходит на форму и подготовку школу детей украинцев берут обычно на минус один год но могут сделать исключение и зачислить в текущий класс до 12 лет школьная программа легкая и напоминает игровую форму после 12 лет школьная программа гораздо усложняется случае отказа в выдаче временной защиты украинцам которые получали ее в других странах по отзывам были но не массово касательно работы то по отзывам и и достаточно но желательно знать минимальный английский зарплата в среднем 10-12 евро в час а самые распространенные вакансии это в сфере красоты повара различные работники в отелях некоторые говорят что легче всего найти работу в сфере beauty а также на различных заводах для поиска работы в основном используют несколько сайтов ссылки на которые будут в описании к видео отзывы в основном все положительные за исключением когда попадается не очень интересное жилье и лишь крайне редко на другую погоду главные сложности тут их три и относиться к ним нужно очень серьезно уровень жизни и цен высокий и серьезно отличается от украины но по отзывам беженцам пособия на все хватает и даже не все ищут работу особенно у кого не особо есть возможность это были три страны самыми лучшими условиями для беженцев но условия постоянно меняется и возникает много нестандартных ситуаций о которых многие беженцы рассказывают комментариях под этим видео поэтому очень важно чтобы каждый кто смотрит это видео написал подробно в комментариях свою историю в которой он оказался для того чтобы помочь новым беженцам которые все-таки только собираются выезжать из украины или переезжать из других стран разобраться во всех этих сложностях и пожалуйста поделитесь этим видео в ваших соц сетях чтобы как можно больше людей узнала эту информацию на этом все спасибо всем за внимание и за просмотр подписывайтесь на канал берегите себя до новых встреч пока пока